что зарабатывать. Итак, первым спикером сегодня будет Станислав Шерепетдинов. Станислав – опытный трейдер, ведущий курса кластерного анализа и преподаватель школы New Wave. И тема его вебинара – ценовые структуры. И в качестве анонса, прошу заметить, если вы хотите улучшить качество изображения, будьте добры, пожалуйста, внизу в левом окошке измените параметры. Итак, Станислав, пожалуйста, вам слово. Так, момент. Меня уже, по идее, должно быть слышно. Да, Станислав, вас уже слышно. А камера, что я не вижу. Сейчас, секунду. Камера почему-то не включает. Момент. О, все, появилось. Так, всех еще раз приветствую. Спасибо за представление. Спасибо за то, что меня пригласили на конференцию. Сразу хочу обозначить. Сегодня наша конференция будет проходить в таком ключе. Я буду вам показывать некий мастер-класс. То есть, я буду показывать примеры информации. Буду это показывать вам, пример на рынке. И, конечно же, буду задавать вам вопросы, понятно ли вам. И, конечно же, вы будете задавать вопросы мне. То есть, все по делу, будем без воды. Ну, что ж. Конечно, я хотел бы сказать пару слов о себе. В трейдинге я уже два года. За эти два года, честно сказать, я повидал очень и очень много. Первый год мой был, эта торговля была чисто внутри дня. Чисто внутри дня торговать на валютном рынке, я вам честно скажу, это очень и очень непросто. То есть, это такой опыт, который, ну, дается, наверное, на всю жизнь. В скором времени я, конечно же, собираюсь вернуться внутрь дня. Но пока торгую с Денисом Коочем краткосрочно. Ну, это то, что так хотел сказать вкратце о себе. А дальше, дальше. Тогда поехали по нашей сегодняшней теме. Сегодня я буду рассказывать вам такие моменты, как определить по самой цене, куда у нас направлен тренд, куда у нас направлена коррекция. Точнее, до каких пор она проходит. То есть, вот такие моменты я вам сегодня буду показывать. То есть, покажу, как определить самого крупного игрока чисто по цене. То есть, не касаясь даже самих объемов, вы это будете видеть по цене. Ну, что ж, тогда начнем. Как уже Анастасия говорила, сегодняшняя наша тема с вами, это ценовые структуры. И первое, что я хочу сказать, точнее, с чего начать, это свечи. Смотрите, еще такой момент. У нас включен трейдинг рум. Сейчас я его вам покажу. Это наш трейдинг рум от школы Биржио Ньюэйв. Здесь я буду сюда отклоняться и показывать вам некоторые участки, которые будут требовать комплексного анализа. Поэтому, не удивляйтесь, буду сюда переключаться. Так, ну что ж, тогда начинаем. Смотрите. С чего у нас вообще складываются ценовые движения? Так, момент. Ценовые движения у нас с вами складываются с отрезков. То есть, наша задача, как трейдеров, определить, в каком именно моменте движения цены будет разворот, либо же будет продолжение движения. То есть, нам не важно, какие-то длинные зоны, то, что было когда-то, нам нужно все онлайн. Поэтому я всегда делаю упор чисто на саму структуру, которая у нас с вами есть онлайн. Смотрите, что я подразумеваю под этим. Первое. Это размер свечей. То есть, если у вас движение идет на мелких свечах, то есть, разворота при этом искать не нужно. Если у вас движение идет на крупных свечах, тогда мы уже смотрим на разворот. Но, смотрите, здесь также есть очень много нюансов. Давайте разберем первый пример. Допустим, у нас есть резкое движение. Резкое движение есть. Идет-идется наверх. Есть резкое движение. То есть, вот в таком резком движении у нас сразу есть крупные свечи. Это 100%. Резких движений на мелких свечах не бывает. И смотрите. Когда мы видим с вами вот такое резкое движение, мы уже можем задуматься о развороте. Почему? То есть, когда цена идет медленно-медленно, то есть, откатами ползет, 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 это само накопление. То есть, крупный игрок накапливает свою позицию для какого-то сильного движения, чтобы потом снова сделать вот такой вот импульс. но нам, как трейдерам, нужно определить, стоит ли нам сейчас ходить в рынок или нет. Так. Указывают, нет рабочего стола. Сейчас посмотрю. Я извиняюсь, что немножко вклинюсь. Стас, делай показ рабочего стола обязательно. Так, я его включил. Вроде он был. Сейчас должен быть точно. Ага. Оно или камеру показывает, или рабочий стол. Вот в чем здесь фишка. Ну, тогда, тогда, конечно, рабочий стол. Так. Тогда начнем сначала. Смотрите. Есть два примера движения цены. Идем, идем вверх, и резко такой появляется у нас с вами импульс. Второй вариант. Медленно-медленно ползем. Ползем, ползем. Откатами, откатами. То есть, смотрите. Что у нас, какой вопрос появляется. Входить ли нам здесь на разворот от каких-то объемов, которые у нас появились. Либо же искать разворот здесь. Конечно же. Вот первый вариант. Второй. Конечно же, разворот нужно искать в первом варианте. Почему? Потому что крупный игрок начал разгружать свою позицию. Тем самым он заманивает толпу на покупки. То есть, толпа, когда видит сильный импульс, вот такой вот, она сразу начинает думать, мыслить. Пора покупать. Ну, вот так вот мыслит толпа, если честно. Когда идет медленное движение, толпа не верит в него. Она еще не осознает того, что тренд начался. Но когда вот такое вот движение идет, это настоящий тренд. То есть, не то, что там многие показывают вот так вот. Есть экстремы, показывают трендовое, вот этот тренд. Нет. А что было вот до этого? То есть, до вот этой структуры, что было? Нужно именно изучать каждый отрезок цены. В идеале нужно смотреть последние два отрезка. То есть, смотрите, это один отрезок и второй. То есть, во втором отрезке мы смотрим, закончилось ли основное движение. то есть, смотрим, какие здесь вливались объемы, какие здесь были свечи. Смотрите. А первый же он всегда дает нам какой-то приоритет. Было ли это движение пустое, либо же это тоже была коррекция перед каким-то основным отрезком. То есть, можно, конечно, очертить много, но тут уже нужно смотреть именно по рынку. Поэтому давайте перейдем и буду вам показывать примеры на рынке. Ну, вот это у нас с вами австралийский доллар. Сразу говорю, все, что я вам показываю, это фьючерсы. То есть, это CME рынок. И смотрите, есть обратные котировки, такие как канадец, иена, франк. Кто торгует на форексе, переворачиваем их. То есть, это у нас с вами обратные котировки. Так, что у нас с вами есть онлайн по австралийцу? Как вообще происходят движения? То есть, я хочу, чтобы вы поняли именно структуру саму этих движений. Начнем с вот этого отрезка. Смотрите, и шли небольшие свечи. То есть, перед каждым импульсом идут небольшие свечи. Вот они. И, да, есть уровень ближайший. Сейчас пометим его. Вот, 71, 21, 25. Было накопление внизу, то, что я вам показывал. И дальше подходим к уровню и видим. Большая свеча подходит к уровню, но уровень пробивается мелкой свечой. То есть, это явный признак того, что уровень будут пробивать. То есть, разгрузка движения в данном случае не произошла. не произошла. Когда у нас пробивают уровень на мелкой свече и еще с тенью, то, скорее всего, разворота не будет. Ну, и вы сами видите здесь, что дальше у нас с вами произошло. Дальше. Пошли свечи такого среднего размера, то есть, это нам с вами ни о чем не говорит. Дальше смотрим. Импульсная свеча, пошли замедление. И вот, то, о чем я вам говорю. Пошли у нас с вами мелкие свечи. То есть, мелкие свечи признак тренда. Да, в данном случае это могло быть спокойно коррекцией. Да, но, как вы видите, мелкие свечи, проторговка и импульс. Дальше, что у нас после импульса происходит? После импульса у нас с вами идут мелкие свечи. То есть, еще раз повторяю, это у нас с вами основной признак тренда. То есть, не именно импульс. Импульс дает начало тренда. Но, если вы видите, допустим, цена растет, растет очень длительное время, либо же падает длительное время, тогда и появляется импульс после этого. Скорее всего, этот импульс для толпы, чтобы она поверила в какое-то движение и рынок развернут. Но, смотрите, мы пришли вверх и сверху даем импульс. Вот такие импульсы можно использовать. То есть, вы понимаете, что движение скорее всего будет на разворот. Конечно, здесь еще есть много факторов по объемам, но именно по цене здесь есть импульс и пошло замедление. То есть, вот эти пошли мелкие свечи, так называемое инерционное движение. Дальше у нас произошел откат. То есть, вот такие откатные движения, ну, они особо ни о чем не говорят. И дальше. Есть проторговка у нас с вами и выход импульсный. Выход импульсный, вы видите, когда у нас выход импульсный, это означает то, что мы с вами можем искать разворот. И как раз таки сейчас разворот происходит. Смотрите, что у нас с вами есть онлайн. Онлайн у нас есть перекрытие вот этой проторговки и движение вверх импульсное. То есть, начало какого-то тренда. И сейчас онлайн мы можем спокойно предполагать, что движение пойдет на обновление вот этих всех мелких уровней. сейчас кстати глянем наш трейдинг рум. Если у меня показа не было рабочего стола, то сейчас вы его увидите первый раз. Вот наш трейдинг рум от биржевой школы. И вот как раз австралийский доллар. Смотрите, что у нас с вами здесь есть. Импульсное движение вниз, то, что я вам показал. Вливается кластерный объем в конце этого движения и вы видите реакцию цены вверх. Сейчас появляются объемы в движении, то есть, если реакция произойдет вверх от этих объемов, то приоритет соответственно у нас с вами будет вверх, потому что могут легко дать ложный пробой здесь и резко развернуть цену вниз. хотя в данном случае вероятность этого мало. Уважаемые слушатели, есть ли у вас какие-то вопросы по тому участку, который я вам сейчас рассказывал по австралийцу? То есть, понятна ли вам сама суть ценообразования, то, что я хочу вам показать? То есть, мелкие свечи, продолжение движения, крупные свечи и ищем разворот. Так. Пока вы будете отвечать, мы сейчас посмотрим с вами, что у нас еще есть по сделкам. Мы, кстати, держим тут сделочку интересную по фунту покупки. Здесь интересная ситуация. Подошли к зоне маржинальных требований и протестировали ее ложным пробоем. Тем самым мы вошли в рынок и налили дополнительный объем. Сейчас она идет в нужном нам направлении. так вопросы. Входить в сделку на каких свечах? Ну, смотрите. Вы, во-первых, должны мыслить комплексно. В сделку ходить на каких-то свечах не имеет смысла. То есть, если вы видите объем, крупную свечу, то есть, вы уже сразу понимаете. Да, я могу искать разворот. Вот и все. То есть, если, конечно, вкратце сказать, то на крупных свечах вы ищите разворот и входите в сделку. То есть, вот так вот. Но, смотрите, есть в этом нюансы, конечно же. Если у нас, допустим, есть импульсное движение, ну, вот как здесь, и у вас по объемам появляются объем в конце этого движения, тогда можно искать разворот, конечно же. Если у вас объемов никаких нету, или же объемы в самом движении, то есть, во всем отрезке импульсных свечей, то разворота здесь не нужно искать, это истинное движение с объемом, то есть, оно поддерживается крупным игроком. Поэтому просто на свечах в сделку ходить не надо. То есть, вы должны смотреть, подтверждение объема, то есть, понимать, коррекция это или же истинное движение, то есть, объемы плюс цена, вот ваш ключ входа в сделку. Надеюсь, ответил Дмитрий на вопрос. Так, как узнаем, в какую сторону пойдет цена? Фух, ну, этого никто не знает, в какую сторону пойдет цена. Вам важна точка входа, то есть, вы должны мыслить, как, вы видите фон, то есть, что у нас происходит, в данном отрезке, у нас есть, либо же, импульсное движение с поддерживающимся объемом, то есть, во всем движении раскидан пластинный объем, тогда вы понимаете, да, здесь разворота мы с вами не ищем, то есть, и какие бы там объемы не вливались, это приоритетно продолжение движения. если же вы видите импульс пустой, тогда вы понимаете, что это будет разворот при наличии в конце этого импульса объема, то есть, вот так вы только можете мыслить, все, в какую сторону пойдет цена, это, ну, никто вам этого не скажет, только нужно видеть онлайн всю ситуацию. Так, зона спрос-предложения, ну, я предпочитаю ключевые зоны, но об этом мы с вами поговорим на следующей нашей конференции с вами. Так, думаю, тут понятно, тогда пойдем дальше. Это у нас с вами евро, сейчас немножко его уменьшу, момент, то есть, вот вам снова пример. Так, как начинается импульсное движение, то есть, истинная, есть проторговка, вот она, импульсное движение, дальше, дальше, смотрите, все импульсное движение у нас происходит на крупных свечах, и в самом конце даже появляется крупная свеча, вот здесь мы с вами можем искать разворот при наличии, если же во всем вот этом отрезке не было объема, а в конце у нас появляется с вами объем, да, мы можем искать разворот, то есть, это вот такой же пример, когда есть импульсные свечи, но они во всем движении, тут уже нужно, конечно, нам с вами уточнять, какие есть объемы, дальше, что у нас происходит, у нас происходит импульсная свеча до уровня, уровень пробивается также крупной свечой, да, здесь мы спокойно с вами можем искать разворот при наличии объема и реакции цены, кстати, никогда не забывайте о том, что мы не знаем, куда направлен какой-то объем, мы должны всегда, ну, при консервативных, конечно же, взглядах, искать закрепление цены за этим объемом, то есть тут нюансов очень много и вы должны всегда это понимать, что там просто увидеть какую-то свечу и все, войти, ну, такого не бывает, поэтому тут нужно смотреть все в комплексе, дальше у нас происходят какие-то некие движения, которые нам вообще не интересны, потому что здесь идет какой-то флэт, вынос, тенью, дальше происходит импульс, вот, импульс с проторговки и в конце идет накопление, то есть если же здесь были какие-то объемы, то мы бы дождались бы реакции цены и вошли бы на покупки, то есть от этой проторговки, но здесь реакции такой не дали, потому что смотрите, одна свеча закрепляется, а проторговка у нас вот 11,61,5, то есть считайте одна свеча, ну, это не реакция, то есть если бы мы дали вверх, момент, сейчас я вам нарисую это подробнее, смотрите, если вот у нас есть проторговочка, вот она, в конце импульса, то есть это уже знак какой-то разгрузки и накопления крупного игрока на разворот, что вам вообще остается делать, вам остается дождаться реакция цены и тогда уже ставить лимиты на уровень этой проторговки, но смотрите, реакции не происходит, то есть одна свеча закрепляется выше, формально здесь 2 закрепилась, но это не закрепление, то есть важно, чтобы вы понимали, не нужно привязываться к пунктам, там, каким-то значением, на рынке такого нету, поверьте, вы должны видеть все, то есть на глаз, на глаз вы должны понимать, что у вас происходит, какое есть закрепление, то есть какая пошла реакция, каждый раз пункты реакции могут быть разные, это нет фиксированного для этого значения, вы ждете реакции и только тогда вы входите на разворот, то есть еще раз показываю, импульс, в конце накопления, потом ждем реакцию и входим на разворот, вот кстати, что здесь и произошло в дальнейшем, смотрите, снова у нас идет, то есть тут вообще идеально, смотрите, крупная свеча раз, развернули цену, снова импульс вниз, разворачиваю цену, то есть вы дождаетесь реакции и уже можете ставить по мелким накоплениям вот эти лимиты, дальше что происходит вынос и продолжение движения вверх, ну это нам уже в принципе не интересно, потому что разгрузки нет вот этого самого движения, потому что вот была крупная свеча и здесь вот в таких участках нет смысла уже искать разворот, потому что свеча пробивается на более мелкой, то есть вот когда есть крупная свеча, идет выход за нее и пробивается она на более мелкой, вот в таких моментах разворота искать не нужно. Дальше, что так, момент, что есть у нас с вами дальше, снова происходит импульсная свеча и вот здесь там уже конечно же нужно понимать, что у нас есть по объемам и какая у нас вообще здесь ситуация, то есть истинно ли это было движение, либо же оно ложное. Сейчас откроем наш трейдинг рум и посмотрим. Смотрите, у нас во всем движении вливались объемы, то есть вот объем по агрегированный по ленте принтов, вот объемы агрегированные плюс по кластерам, дальше кластерный объем, дальше кластерный, то есть вот вы видите объем есть, но этот объем разбросан во всем движении. Когда так происходит, это у нас истинное движение и разворотов вам нет смысла искать. Кто любит работать под уровней, тут есть отличный уровень, это 12.48, рисково, рисково, если цена не пойдет резко вниз, она начнет медленно снижаться, мы сейчас еще поговорим о коррекционных структурах, если цена пойдет медленно снижаться, тогда можно ставить лимиты на этот уровень и со стопом за вот этот предыдущий лоу. Так, Олег Герус, сейчас по фунту и пульсная свеча, значит ждать разворота. Так, сейчас посмотрим, что у нас с вами есть по фунту. Смотрите, давайте тогда полностью проанализируем фунт. Есть некое движение вниз, то есть его видят все. дальше происходит импульсное движение резкое вниз. То есть то, о чем я вам говорю, когда происходит импульсное движение, вы можете искать разворот. То есть здесь вы могли искать разворот, да, но реакции здесь цена никакой вообще не дала. Даже если здесь были объемы, вот это медленное движение цены это не реакция. Поэтому здесь искание входов категорически запрещено. дальше есть импульсное движение. В данном участке сразу хочу сказать наперед, даже я вам это покажу, что было. Здесь по объему у нас ничего не было. как мы вообще этот вход обосновывали? Здесь цена упала на зону маржинальных требований, то есть в этой зоне многих попросили добавить депозита, если так коротко и вам сказать. Поэтому мы здесь осуществили вход, плюс импульсное движение вниз, и поэтому мы уже делали разворот. То есть разворот они очень опасны, но в данном случае он был очень обоснован. Сейчас то, о чем вы говорите сейчас, появляется импульсная свеча. Смотрите, развернуть цену в данном случае могут легко, но какой есть признак здесь? Вот у нас локальный экстремум, его пробивают тенями. Вот то, о чем я вам говорил только что, когда пробивают тенями, плюс мы должны понимать что у нас есть по объемам сейчас еще его раз открою гляну по объему нас вверху ничего, то есть все объемы находятся в этой проторговке внизу, поэтому вы должны понимать что объем вот он вот объем здесь вот в этом участке объем то есть а здесь ничего нету то есть объем начал расторговываться если сейчас здесь начнут вливать какой-то объем незначительный то он нам все равно ничего не даст то есть он появляется на тени который пробивает локальный экстрем если же он даст резкое движение вниз но тогда мы уже поймем что это все таки объем направлено продажи но если начнет болтаться тут как торговаться там слегка пытаться вниз нет поверьте это все замануха для того чтобы вошли люди в продаже или же просто закрывали свои сделки переводили без убытки ну и так далее поэтому здесь разворот заранее мы с вами не определим вот в таких случаях нужно всегда ждать реакцию если здесь будет объем но здесь объема нету я вам только что показал что объем был в нижнем сегменте поэтому здесь продолжение движения вверх я считаю состоится думаю тут олег вам ответил на ваш вопрос тогда поедем дальше по порядку франк ну франк у нас аналогичная ситуация как по евро думаю его нет смысла нам с вами разбирать так да посмотрим канадец вот канадец то же самое что и австралиец по моему очень похоже да очень похоже с австралийцом ну смотрите снова было накопление потом дают импульс и снова идет замедление цены вот она вот она идет замедление цены медли мелкие свечи и вот здесь даже если здесь какие-то вливаются объемы ну здесь искать развороты вам нельзя вот и и видите откат это уже формируют нам агрессивные покупки то есть если на откате здесь появляются на с вами кита кластерные объемы это на сами агрессивные покупки которые можно делать без реакции и стоп соответственно будет за объемом плюс отступ дальше происходит снова откат и снова же здесь можно искать конечно же покупки дальше у нас происходит увеличение свечей но в данном случае я бы не сказал что произошла какая-то разгрузка вот в таких моментах это сложно определить по свечам потому что нету какой-то крупные сверх крупные свечи то есть они все принципе одинаковые тут уже мы должны смотреть по объемом что у нас где они были либо же верхнем сегменте либо же во всем движении либо про торговки поэтому в данном случае по свечам чисто мы не смогли определить разворот то есть тут уже нужно смотреть на объемы дальше что у нас пошло перекрытие про торговки то есть заход за прошло про торговку и крупный игрок не защищают ее то есть новое накопление сделали вышли вниз смотрите импульсный выход вниз и дальше мелкие свечи вот на вот этих мелких свечах ловят толпу то есть толпа начинает покупать потому что она не верит в падение то есть думает мелкое медленное движение ну начать так себе не будет ли никакого движения вниз нужно ловить развороты там объемы вливаются а соответственно эти объемы которые вливаются на мелкие свечах это стоповые объемы стоповые объемы это объемы толпы то есть это не крупный игру дальше видите происходит небольшое какое-то движение вверх то есть толпа еще сильнее уверяется в том что движение вверх все таки состоится потом бац их всех выносит выносят на импульсной свече заметьте со всего этого сегмента это свеча самая большая сейчас приближу еще вот всего этого сегмента это свеча на сами самая крупная и то есть с этой свечи у нас происходит разворот то есть я хочу понять чтобы вы я хочу вам донести то чтобы вы понимали логику само самих движений цены то есть как она разворачивается при каких условиях не нужно искать разворот ни в каком случае то есть поймите это сбережет вам очень много денег когда вы не будете делать дурные сделки то есть искать какие-то развороты против тренда еще конечно без топов ходить не входите никогда в рынок без топов это всегда слив это вопрос времени только и вот на вот таких движениях как я вам сейчас показал мелкие свечи небольшой откат ловится большинство трейдеров то есть они не понимают что разгрузка не произошла крупного игрока сейчас идет только накопление на продаже они думают что это разворот то есть вы не должны так мыслить то есть сегодня я здесь чтобы вам помочь это понятно то есть это очень и очень важный момент то есть без вот такой базы нет смысла вообще куда-то лезть там изучать какие-то объем если вы не будете понимать эти свечи вы не будете зарабатывать на рынке дальше смотрите момент какой еще есть многие начинают изучать так называемый price action но не понимая фона рынка то есть то что я вам рассказываю сейчас да есть там доджи тени все это хорошо но никто вам не скажет что тот же ложный пробой он работает при коррекции да он здорово работает при коррекции но когда движение идет основное пошли мелкие свечи и у вас есть какой-то уровень рядом и вы смотрите ложный пробой там объемы все все отлично нет разворота не бывают после таких свечей потому что основной тренд идет разгрузки движения нету разгрузки позиции крупного игрока не не происходит и вы тем самым не ищите разворот то есть ложные пробои против основного движения это убийство депозита если так просто сказано вкратце дальше что у нас вам я сейчас то есть крупная свеча мы увидели развернула дальше происходит еще одна крупная свеча то есть вот такие свечи это как бы начало какого-то движения то есть у нас есть про торговка здесь и у нас есть два варианта развития событий так что она много налепилась смотри два варианта развития событий либо же это крупная свеча ложная и у нас пойдет разворот либо же это начало кого-то серьезного движения сейчас мы с вами глянем объемы открываем наш трейдинг ром находим канадец смотрите по канадцу объема в данной свече крупной нету но на мелком вот таком мелком откате его будет видно на меньшем тайфрейме появляется у нас крупное вливание по классе вот это признак того что сейчас вот эту тень перебьют еще раз то есть это выносят внутри дня тем самым формируя какое-то новое сильное движение вверх то есть у нас объем появляется уже в самом движении и это на с вами быть являться истинным движением то есть если сейчас пройдет дальше инерционное движение тогда это будет истинный отрезок так смотрю вопрос появился а что это за платформа графика смотрите то что я вам показываю это платформа sb pro то что я вам показываю в трейдинг руме это уже профессиональная платформа атас то есть как она вообще здесь устроена у нас идет прямой показ графиков с платформы атас смотрите сама такая платформа стоит 75 долларов в месяц а наш трейдинг рум для новых людей стоит 90 для тех кто уже у нас обучался стоит 75 точно так же как и платформа но какое преимущество вы получаете в нашем трейдинг руме то есть вы видите во первых полностью настроенную платформу это раз и также вы видите наш анализ то есть мы всегда пишем публикуем приоритеты в самом движении цены какой-то и конечно же публикуем сигналы так как мы входим если вы видите нашу торговлю и повторяете все за нами то есть это так кратце о платформах и о самом трейдинг руме там я попрошу саша там денис скиньте ссылку на трейдинг рум пусть люди посмотрят так отвлеклись немного ну в принципе пока нации вам сказал сейчас импульсная свеча есть объемы у нас на откате это продолжение движения вверх то есть у нас сейчас формируется истинное движение так тогда немножко вам о свечах рассказал о их размерах и этих значениях начнем тогда с наклонного баланса то есть это еще один вид цены точнее вид структуры цены к по которой мы определяем продал продолжится движение в ту или иную сторону или же нет что я имею ввиду я вам сейчас покажу то есть смотрите сейчас неважно как у нас происходит движение импульсная либо же на мелких свечах то есть это не играет роли допустим вас произошло импульсное движение а дальше у вас начинается вот такая вот штука медленная проторговка то есть у вас х и понижаются лаи эти лаи которые мелкие вот эти они понижаются то есть у вас идет вот такой медленный флэт сейчас я вам на цене буду показывать эти участки потому что тут очень много нюансов смотрите вот это настоящий наклонный баланс при котором мы можем искать продолжение движения вверх то есть на вот этих мелких откатах мы с вами можем смотреть объем и входить на продолжение движения какой какая здесь есть опасность опасность есть вот такой вот ситуации точно такое же движение вверх и у нас начинается вот такая вот коррекция то есть откаты у нас с вами Более глубокий Вот когда у нас происходят Более глубокие откаты Вот такая коррекция может затягиваться Ну Очень и очень долго она может быть Пока всех не вынесу То есть она может даже давать вот такие вот разводки Вы наверняка не раз видели Вот такую вот структуру Выходит вверх, потом бац, снова же вниз Дают импульсную свечу И только вот тогда начинают разворот То есть вот такие вот ситуации Они бывают Тут нужно четко понимать Если в вашем движении были влиты объемы И вот такая вот структура пошла Вам остается дождаться только объема на вход То есть на вот этих откатах Вы смотрите объем И входите на продолжение Если у вас даже здесь тоже истинное движение было Но идут размашистые откаты То вот такая коррекция может затягиваться Очень и очень приличное время И вам уже нужно дожидаться Импульсного какого-то движения То есть чтобы толпа поверила В какое-то движение И тогда после импульсной свечи Вы уже сможете искать разворот Конечно же при наличии объема Просто от свечи ходить нельзя Дальше Ну тогда пойдем посмотрим Что у нас есть по рынку Так Ну вот Я вижу Наклонный баланс Смотрите То есть Еще такой момент Наклонный баланс Не будет всегда вот таким идеальным То есть Понижаются Поднижаются Хаи То есть Такого Да Такие моменты бывают Но это редкость И снова же Мы всегда должны включать голову Так Сейчас подгрузится Иена Я вам покажу Так Подгрузилась Смотрите Есть у нас некое движение Вверх Движение есть Дальше Медленно мы начинаем торговаться Медленная проторговка Выход Большая свеча Но это не импульсная свеча То есть У нас происходит Понижение То есть Видите На мелких свечах Происходит Понижение И вот теперь Еще один нюанс Который очень важен Если я вам говорил Разворота Искать На мелких свечах Нельзя То Мелкие свечи Мы используем Только при коррекции Когда у нас идет Либо просто Откат Какого-то движения Либо же Наклонный баланс Вот как здесь Видите Здесь Раз понижались Хаи То есть Немножко перебили Ложным пробоем И Снова у нас Начали понижаться Хаи То есть Лаи у нас Тоже понижаются Хаи у нас Тоже понижаются То есть Это у нас Наклонный баланс И вот В таком Моменте Видите Здесь свечи мелкие Но Когда идет У нас Наклонный баланс С вами Мы с вами Мы с вами Можем Спокойно Искать Продолжение Движения На мелких Свечах То есть Это Такие Важные Моменты Которые Вы должны Для себя Запомнить Они для вас Будут Служить То есть Очень Очень Сильной Опорой Вашей Торговли Дальше Здесь Я думаю С этим Понятно Дальше У нас Здесь Нет у нас Наклонных Балансов Здесь Нету Вот здесь Интересная Ситуация Я вам Потом Покажу Что это Вот у нас С вами Наклонный Баланс Смотрите Движение Идет Накоплениями Вот оно Движение Идет Накоплениями То есть То Что я вам говорю Когда идет Накопление Мелкие Свечи Разворота Искать Не нужно Происходит У нас Наклонный Баланс Видите Вот здесь Более чистый Лаи У нас Повышаются Хаи Тоже Повышаются Видите Медленное Движение Медленное На мелких Свечах И вот В данном Сегменте Вот во всем Этом движении Мы можем Искать Объем На продолжение Движения Вниз То есть Это вот Идеальная структура Коррекционная Для Продолжения Какого-то движения Теперь конечно Нужно вам показать Те структуры Которые Не нужно Использовать Сейчас посмотрим Пока я буду Смотреть Вам структуру Которую Не нужно Использовать Вопросы Есть у вас По Вот этому Участку Паяние То есть Как я Обозначил Наклонный Баланс Если Есть То Пишите Вот Как раз Сразу же Вам Структура Которую Нельзя Использовать Как Наклонный Баланс Есть У нас С вами Движение Импульсная Свеча Это Само Собой Вы понимаете Сразу Импульсная Свеча В конце То есть Может быть Какая-то Разгрузка Движения Произошла Но Суть Здесь Не в этом Мы Смотрим Коррекционную Структуру Наклонный Баланс Смотрите Здесь Широкий Откат Раз Дальше Происходит Еще один Откат Глубокий Откат Два То есть Свечи Крупные Далее Происходит Снова Откат К этой Проторговки И Идет Еще Некое Движение То есть Мы Здесь Не можем Смотреть И Точнее Рассматривать Как Коррекционную Структуру Наклонный Баланс Здесь Ее Нет То есть Нет У нас С вами Лесенки Какой-то Нет Такого Здесь Идет Размашинство Движений И Вот Такая Вот Якобы Коррекция Может Быть Затянута На Очень Длительное Время То Что Я Вам Уже Говорил Поэтому В данном Сегменте Наклонного Баланса У нас С вами Нет Вы Будьте Внимательны Так Олег Какой ТФ Предпочтитель Ну Смотрите Для Каждого Таймфрейм Свой То есть Кому Как Удобнее Это Все Работает На Любом Таймфрейме То есть Ценообразование Оно Одинаковое Просто Чем Больше Таймфрейм Тем Движение Чище Нету Таких Сильных Выносов Я Рассматриваю Торгую На Таймфрейме М30 Для Меня Очень Оптимальный Таймфрейм Конечно Ж В ближайшем Будущем Я Хочу Снова Вернуться Торговлю Внутри Дня Как Говорят Хочется Уже Драйва Так Здесь Мы Паение Разобрали С вами И Вот Кстати Импульсное Движение Вниз Огромные Свечи И Вот Пошел Пошли Мелкие Свечи И Вот Здесь Сразу Я уверен Здесь Многие Начали Покупать То есть Увидели Слабое Движение Значит Будет Разворот Нет Их Немножко Еще Дальше Пронесли Дали Крупную Свечу И Только Тогда Уже Развернулась Цена Цена Так Онлайн У нас С вами Здесь Есть Крупная Свеча Откат Снова Крупная Свеча Посмотрим Сейчас В трейдинг Руме Что у Нас Есть По Объемам Так Находим Йену Вот Наша Йену Были Объемы В самом Движении Вот Они Дальше У нас Были Объемы Тоже Во всем Движении По Ленте Сейчас Ставляется Объем На Откате Конечно Кстати Вот У нас Есть Еще Кумулятивная Дельта Кумулятивная Дельта Показывает Нам Число Покупок Либо же Продаж Общая На рынке Как Определять Толпу По ней Это уже Будет На конференции Дениса Ковача Но По объему Я могу Сказать Здесь Я считаю Будет У нас С вами Продолжение Движения Вверх То есть Комплексно Я вам Это обосновал Движение Здесь Есть То есть Объем В самом Движении Есть Здесь Снова Объем Есть И Появляется На откате У нас Вливание То есть Заставили Понервничать Многих Появляется На откате Вливание И Только Закрепление Даст нам Какое-то Четкое Понятие Закрепление И тогда Уже Можно Смотреть Обновление Ахайл Так Анатолий Бебнев Походит На Волновой Анализ Ну Я Не Сказал Что Это Волновой Анализ Очень И Очень Далеко Мерас Это Волновой Анализа Я Пытаюсь Показывать Саму Структуру Отрезка Движения То есть Я Не Показываю Там Волна 2 Волна 3 Я Показываю Именно Какие Есть Свечи В данном Движении То есть Волны Могут Быть Разные А Вот Свечи Свечи Это Совсем Другое То есть У вас Волна Может быть Раз Волна Два Волна Но Вы же Не Смотри Какие Свечи Были В этой Волне Нет Не Смотрите Я Уверю А Здесь Я Вам Покажу Именно Каждый Отрезок Раз Отрезок Два Отрезок Как Их Интерпретировать И как Для себя Я считаю Это Совсем Не Лановый Анализ И Вообще Разные Понятия То есть Надеюсь Вам Анатолий Я Ответил Так Это Кстати У нас Иено Обратная Котировка Поэтому Кто Торгует На Форексе Переворачивайте Так Все По Вайков Признак Силы Слабости Да Ну В принципе Есть Некие Вещи Похожи Но Конечно Если Касается Реакции Цены Это Да Но Я вам Покажу Именно Ключевые Накопления Плюс Структуру Цены То есть Наклоны Балансы То есть Которые Есть Еще У нас Поджим Цены Это Вещи Которые Нужно Очень И Очень Сильно Фильтровать То есть Если Вы Не Понимаете Одного А пытаетесь Другим Это Заменить То Ничего Не Получится То есть Здесь Нужно Мыслить Комплекса То есть Не Только Там Смотреть Какие-то Уровни Уровни Тоже Нужно Уметь Различать Очень Грамотно Думаю Вы Это Все Прекрасно Знаете Что Не Каждый Уровень Можно Торговать Одинаково И В Одну И Туже Сторону То есть На Разворот Либо На Продолжение Движения То есть Тут Ситуация Может быть Каждый раз Разная Кстати О Уровнях Мы с вами Поговорим На следующей конференции 15 числа Думаю Там Очень Много Вам Откроется По поводу Какие же Уровни Имеют силу А какие же Имеют слабость Сегодня Сегодня Мы Смотрим По цене Так Давид Надеюсь Ответил Тогда Рассмотрим Еще Примеры Наклонного Баланса Новозеландец Так Здесь У нас Наклонного Баланса Нету То есть Мы Должны Дождаться Какого-то Движения Вот Движение Есть Наклонного Баланса Нету То есть Здесь Есть Проторговка Выход С ней Видите Протестировали Даже С Венесом И Пошло Вниз Далее Далее Здесь Наклонным Балансом У нас И не Пахнет Нигде Ну вот Здесь Вот Здесь Кстати Есть Наклонный Баланс Но Очень И Очень Рисковая Версия То есть Здесь Есть Движение Далее Далее Проторговка Выход То есть Вот Когда У нас Происходит Такой Выход Мы Наклонном Балансе Вообще Не Думаем Но У нас Происходят Такие Откаты Да Они Очень Глубокие Но Сама Структура То Чем Я Говорил Она Имеет Свойство Затягиваться Она Затягивается Но В то же Время Вы Понимаете Это Коррекция То есть Когда-то Она Закончится И Вы Ищите Какое-то Импульсное Движение Тогда Уже Смотрите На Разу То есть Здесь Вот Пошло У нас Импульсное Движение Выход С Вот Этого Накопления И Пошла Реакция Верх Я не знаю Что Здесь То есть Вот Такая Вот Структура Она Рисковая Но Тоже Имеет Место Быть Так Олег В наклоном Балансе Тени Учитывать Нет Смотрите В наклоном Балансе Как раз Таки Тени То есть То Что Мы Назваем Ложным Пробоем Особенно Если Мы Попадаем На Какой-то Уровень Это То Что Нам Нужно На Продолжение Движения То При Коррекции Мы Смотрим То есть Тени Это Все Нормально Если У вас Происходит Импульс Какой-то Это Тоже Здорово То есть При Коррекции Мы Можем Использовать И мелкие Свечи И импульсные Свечи Здесь Здесь Уже Это Роли Не Играет И Мелкие Свечи Важны Только Для Того Чтобы Понять Куда Направлено Основное Движение Куда Направлен Тренд То есть Не Просто Там Провести Какую-то Линию Там И Либо Ж Глянуть У нас Падает Цена Либо Ж Растет И Сказать Вот У нас Тренд Нет Тренд С вами Будет Определяться Только По Свечам Крупные Свечи Они Должны Быть Только В начале Тренда В конце Тренда Это Скорее Всего Уже Разводка То есть Набираю Толпу На Разворот Далее Здесь Вам Показал Дальше Цена Болтается Болтается Видите Еще раз У нас Обновляют Этот Low Импульсное Движение Вниз Есть Есть Проторговка Есть Внизу Есть Вот Она Есть Накопление После Импульса Вы Сразу Понимаете Накопление После Импульса Оно Смотрится На Разворот Но Реакции Это Не реакция То есть Медленные Свечи Пошли Это Не Реакция То есть Вот такое Входить Я Крайне Не советую Это Будет Больше Выносов Чем Оно Отработает Лучше Дождаться Хорошую Резкую Реакцию И тогда Уже Входить На Разворот Далее 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 Выносы Вверх Здесь Кстати Уже Начали Выносить Вверх И вот Кстати Вам Как Меняется Приоритет На Рынке То есть Это Я буду Говорить На Следующей Конференции Но Сейчас Затрону Чуть Чуть Эту Тему Что Вы Поняли Сам Этот Участок Он Очень Поучительный Можно Так Сказать Уровень Раз Выносят Тенью Отскакивают Выносят Снова То есть Ложный Пробой Показали Толпа Вошла В рынок И еще Раз Их Вынесли Далее Здесь Уже Пробивают На Импульсной Свече Плюс Тут Проторговка Идет Выход Вниз Как Раз Таки В этом Сегменте Мы Могли Бы Смотреть Разворот Но Суть Здесь Не В этом Суть Здесь В том Что Зону Нижнюю Защищают То есть Раз Мы Дошли А Верхнюю Мы Пробиваем Раз Два То есть Вот В этом Сегменте Когда цена Откатила И уже Подходит Сюда Вы Должны Понимать Это Слабые Уровни Которые Скорее Всего Крупный Игрок Не Защищают То есть Вы Видите Цена Идет Еще В этом Сегменте И Вы Понимаете Мы Подходим К слабому Уровню И Сейчас Скорее Всего Разворота Не Будет Просто Протестируют Либо Пробьют Либо Откат И тому Подобное То есть Вы Понимаете Уже Здесь Разворота Не Нужно Искать То есть Нижние Зоны У нас Защищаются Вот Эта Зона Раз Вот Эта Зона Два И Уже Идет Поджим Цены Вот Сейчас Мы Плавно Перешли Поджим Тестируем Это Накопление С которого Пошло Ключевое Движение Вверх Мы Пробили Этот Уровень А С Этого Уровня У нас Не Было Ничего То В этом Сегменте Вы Понимаете Это Слабый Уровень И Разворота Здесь Искать Не Нужно Далее Когда У нас Цена Откатывает В эту Зону Это Идеальная Возможность Здесь Найти Покупку То есть Если Здесь Было Какое-то Вливание Там По Объемам По Ленте Принтов Вы Это Расцениваете Как Вход То есть Здесь Очень И Очень Хорошее Место Для Входа Так Ну Далее Пошла Цена Вверх Здесь Уже Из Того Нам Еще Нам Нужно Наклонного Баланса Здесь Я Не Вижу Поэтому Здесь На Этом Все Так Вопрос Есть У вас По Новозеландцу По Вот Этому Участку Кстати Запись Ведется Все Это Будет У нас На Канале YouTube Саша Скинь Пожалуйста Ссылку На YouTube Люди Потом Посмотрят Записи Кто Не Успел Либо Ж Хочет Пересмотреть Так Тогда Переходим У нас Времени Немного Осталось 30 Минут Ну Переходим К Поджиму Цены Смотрите Что Такое Поджим Цены То есть Если мы С вами Разбирали Есть Движение Потом Есть Коррекционное Движение Наклонный Баланс Так Называемый То Поджим Цены Это Похожая Вещь Но В другом Направлении Момент Момент Защищается Вот Когда Вы Видите Хотя Б Вот Там Хотя Б Три Отката Вы Видите Раз Два То На Третьем Вы Уже Можете Искать Объем На Вход То Есть Когда Эта Структура Становится Неактуальной Тогда Когда Происходит Импульс После Вот Такой Структуры Импульс Происходит Очень И Очень Часто То Где-то В случаях В 7 Из 10 Происходит Импульс Поджима Цены То Крупный Групп Начинает Поджимать Цену Тем Самым Выносит Тех Кто Заходит На Ложном Пробое Делает Откат Чтобы Многие Поверили Что Разворот Происходит Все-таки Потом Снова Выносит Снова По Такой Схеме Откатывает И Тогда Уже Импульсом Выносит Все Стопы И Тех Кто Без Стопов Здесь Входил То Есть Это Похоже На Наклонный Баланс Но Это В другую Сторону То Это На Продолжение Движения Моментально То Без Коррекции Либо Бывает Такое Что У Происходит Движение Движение Есть У нас С вами Вниз Импульсное И Происходит Откаты И У нас Начинают Выносить Глубокими Откатами Вот Эти Откатные Хаи То есть Лаи у нас Начинают Защищать А Хаи У нас Обновляют То есть Вот Это Тоже Такая Вот Структура Как я вам Показывал Коррекционная Но Из Коррекционной Она может Сделаться Разворотной То есть Когда идут Очень широкие Откаты Это у нас С вами Признак Того Что Либо же Эта коррекция Продолжится У нас Либо же У нас Совсем Произойдет Импульс Вверх Будут Новые Уровни Начнут Их Защищать И пойдет Новое Движение На Разворот Тогда Сейчас Посмотрим По рынку Если Эти моменты Понятны Да Посмотрим По Рыбку Так Золото Мы еще Сегодня Не Рассматривали Кстати По Новозеландцу Здесь Интересная Была Ситуация Вот Вам Поджим Цены Откат Пробой Точнее Вот Движение Основное Вниз Откат Пробой Снова Откат Пробой Снова Откат Видите Уже Идут Пробой То есть На И Сейчас У нас Есть Ключевой Уровень Отката Если Здесь У нас Есть Объемы То Здесь Можно Спокойно Входить То есть Это Очередная Возможная Разводка Вверх Для Похода Вниз Сейчас Откроем Трейдинг Ром Посмотрим Что У нас Есть По Объему Так Новозеландец Видите По Новозеландцу Здесь Объемов Нету Никаких Поэтому Здесь Искать Входа Я вам Не советую То есть Без Объема Просто Так Лезть В Рынок Не Имеет Смысля Но Сама Структура Вот Это Ее Отличный Пример Поджима Цены То есть Вы Всегда Должны Видеть Куда У нас Приоритет То есть А как Вы Должны Это Видеть Вы Должны Понимать Туда Куда Цена Не Доходит То есть Если Цена Защищает Зону Уровень И Не Пробивает Ее Значит Кто Там Есть Кто Та Ее Держит Кто Защищает Эту Зону То есть Вы Должны Вот Так Вот Мысли А уровни Те Которые Пробиваются Вы Должны Сразу Оценю Как Они Пробиваются Сколько Раз Они Пробиваются Если Они Много Раз Пробиваются Но Нету Там Никого Там Уже Всех Повыносили И Нету Чего Та Для Разворота Нету Поэтому Всегда Смотрите Те Зоны Которые Защищают По Новозеландцам Онлайн Даже При Таком Варианте Развития Вероятность Есть Того Что Развернут Цены То есть Вот Видите Эти зоны Тест Тест И Обновление Минимумов Так Тогда Посмотрим Что У нас Есть Дальше Вот Вам Отличный Пример Наклонного Баланса Ой Наклонного Баланса Поджима Цены Есть Некое Движение Раз Пробой Откат Два Пробой Снова Откат Третий Откат Спокойно Входим То есть Вы Видите Пробиваются У нас Плюс У нас Формируются Здесь Проторговки А Проторговки Плюс Пробои Вниз Тенями Это У нас Четкий Поджим Цены То есть Проторговки Нам дают Еще Более Уверенность В том Что Накопление Здесь Все Таки Какое То Идет Далее Есть Откат Ну Сейчас У нас Просто Проторговка Пошла Здесь Уже Возможен Видите Импульсный Выход Пошел Здесь Уже Мы Не Смотрим Как Будто Это У нас Поджим Цены И тому Подобное Нет Здесь Мы Уже Смотрим Была У нас Разгрузка Движения Что У нас Есть По Объемам Была Ли Реакция Было Ли Накопление То есть Мы Уже Здесь Оцениваем Другие Факторы То есть Поджим Цены Себя Уже Отработал Импульс Произошел То есть Это То Что Я Вам Говорю Третий Откат Спокойно Можно Его Брать А Если У нас Допустим Идет Лесенкой Мелкие Откаты То Это Еще Лучше Потому Что Стопы Здесь Еще Меньше Ставите Стоп За Предыдущий Откат Всегда Стопы Здесь Еще Меньше Поэтому Здесь Будет Вам Вот Вам Пример Снова Мелкие Свечи Накопление Накопление Четкое Видите Здесь Не при Их Условиях Нельзя Искать Вход Потому Что Мелкие Свечи Даже Если Здесь Была Влита Куча Объема То Здесь Разворота Искать Не Нужно Вот Виде Кстати На Мелких Свечах Произошел Разворот Но Вот Когда Вы Видите Что У вас На Мелких Сейчас Происходит Разворот Не думайте Что Он Будет Происходить Всегда Это Это Единичные Случаи Когда Происходит Разворот На Мелких Свечах И То Что Произошло Я Уверен В том Что Разворот Готовился Не Здесь То Он Готовился Не В Этой Точке Была У нас Проторговка Раз И Вот Это Проторговка Новая То Вот Здесь Уже Накопилась Позиция На Покупке То Я Это То Есть Крупный Игрок Мог Спокойно Откорректировать Цену А Здесь Уже Пошла Какая Борьба Ему Выгоднее Стало Накопить Цену Вверх То Здесь Произошло То же Самое Перепозиционирование Вот Данные Проторговки И Накопление Новой На Покупке То Это Ситуацию Я Трактую Только Так Так Что У нас Дальше Ну Вот Вам Ипульсная Свеча То Есть Снова Ж Крупная Свеча И Разворот Виде Произошел После Накопления Здесь Проторговки То есть Я Видите Ничего Не Придумаю Ничего Не Вы Думаю Вы Видите Все На Графике То есть Крупная Свеча Разворот Мелкие Свечи В основном Это Продолжение Движения То есть Как Есть Вы Сами Можете Это Проверить Можете Открыть Терминал Посмотреть Участки Можете Посмотреть Наши Вебинары Мои Вебинары Я Вебинарах Постоянно Об этом Говорю Можете Сами Посмотреть Отработку С моих Вебинаров То есть Здесь Можно Проверить Все Легко Саша Скинь Пожалуйста Ссылку На Ютуб Канал Наш Чтобы Люди Могли Посмотреть Наши Вебинары И Оценить Отработку Этого Анализа Так Ну Что Тут Было У нас Дальше Крупные Свечи Коррекционная Структура У нас Наклонный Баланс Мелкий Видите Пошли Мелкие Свечи И Здесь Можно Бы Искать Спокойно Вход На Продолжение Движения Далее Далее У нас Есть Поджим Цены Вот Не такой Вот Идеальный Но Все же Он Есть Смотрите Мелко Мелкие Откатики Идут Раз Два А вот Здесь Видите Начинает Выносить То есть Такие Моменты Бывают Они Очень Неприятные Но Все же Если Вы Стоп Поставите С отступом То что Я вам Говорю Всегда Стоп Ставьте С отступом То Скорее Всего Не Вынесет Если У вас Здесь Есть Объем На Вход То Думаю Здесь Рисково Можно Входить То есть Это Не Консервативный Вход Потому Что Накопление Очень Мелкое И Вот Видите Могут Вот Так Вот Его Пробивать Это Очень Рисковый Вход Но Он Все Таки Возможен Потому Что Здесь Есть Поджим Цены Далее У нас Происходит Импульсная Свеча И уже Она Считайте Отрабатывает Вот Этим Движением Отрабатывает У нас Поджим Цены То есть Здесь Уже Возможен Был Разворот И Все То есть Это Уже У нас Было Отработано Далее У нас Здесь Ничего Интересного Пошли Мелкие Свечи Дальше Увеличилось Немного Свеча И пошел Локальный Разворот Так Уважаемые Слушатели Вам Понятно Точнее Понятны Все ситуации Которые Я показываю Сейчас На Своем Экране Если Есть Вопросы Задавайте Так Тогда Сейчас Посмотрим Еще Разберем Несколько Инструментов Давайте Франк Посмотрим Что у нас Есть По франку Вот у нас По франку С вами Поджим Цены Вот он Красивый Раз откат Перехай Снова Откат Перехай Откат И вход То есть Здесь Можно Спокойно Входить По моему Я на Ком-то На Одном Из Последних Вебинаров Показывал Именно Эту Ситуацию Говорил Что будет Еще Один Перехай Как Как минимум Движения Там Дойдет До Какой-то Зоны Уже Не Помню Какой Это Был Уровень Но На Вебинаре Я Это Показываю Так Вот Вам Этот Пример Поджима Цены Когда Поджимают То есть Пробивают Хай В данном Случае И Перехай То есть Бывает Перехай Маленький Бывает Выносит Импульсом Сразу Это Бывает Очень Часто Но Перехай Все Таки Существует Он Всегда Практически Восьми Случа Из Десяти Перехай После Поджима Бывает Потому Что Это Сама Структура Подложить Своё Движение То есть Кто-то Все Время Поджимает Эту Цену То есть Это Явно Не Толпа Далее Далее У нас Наклонный Баланс Есть Импульсное Движение И дальше У нас Видите Мелкие Свечи Понижающееся Движение Это У нас Наклонный Баланс И Продолжение Движения Вверх Сейчас Посмотрим Что У нас Было Дальше Так Здесь У нас Была Проторговка Потом Выход Вверх Здесь Ничего Такого То Что Нам Нужно Вот Кстати Вам Ложный Пробой Ложный Пробой И Заметьте Мы Пробили Ключевой Уровень С которого Пошло Движение Вниз То есть Вот Это Истинный Ложный Пробой И Кстати Это Тоже Было На Вебинаре Я Показал Это Движение Вниз Поэтому Советую Вам Посмотреть Наш Канал И Посмотреть Наши Вебинары Так Смотрим Поджим Цены Поджим Цены Ну Вот Есть Некое Подобие Поджима Цены Но Я Не Рекомендую Такое Использовать Потому Что Здесь Очень И Очень Мелкое Движение То Есть Подобие Но Без Опыта Такое Вообще Не Нужно Лезть Честно Говорю Потому Что Могут Легко Там Увидеть Какой-то Объем Бас И Вверх И Все То есть Тем более Был импульс Вниз Проторговка Внизу И И Спокойно Отскочить От Проторговки И Дать Резкое Движение Вверх Далее Далее Вот Вам Поджим Цены Красивее Есть Некое Движение Вверх Далее Раз Потом Откат У нас Идет Снова Откат Снова Откат И Обновление Минимуму Потом Видите Еще Очередной Откат То есть Это Уже Та Структура Которую Я Вам Сейчас Показываю Это Поджим Цены То есть Вы Видите Когда Начинают Пробивать У нас Уровни Это Так Называем Поджим Цены И Мы На Откатах Можем Смотреть Входы Так Что У нас Есть Еще Ну Вот Здесь Такая Более Рисковая Форма Поджима Цены Потому Что Раз Движение Да Здесь Начали Защищать Но Импульсное Движение Произошло И Уже Скорее Всего Это Отработало Себя То есть Здесь Такого Явного Приоритета Нет Так Тогда Поехали Дальше Посмотрим Канадец Вот 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 Кстати Вам Хороший Поджим Цены Есть Движение Раз Откат Два Откат И Третий Откат Есть То есть Здесь Движение Есть Вниз И Мы Ждем Импульса Вниз Но Видите Здесь Не Произошло Стопы Бывают Ну Здесь Как Миним Можно Было Без Убыток Перевести Сделку Но Конечно Конечно Не Без Стопов То есть Идеальных Идеальной Какой-то Там Системы Либо Стратегии Без Стопов Не Бывает Так Так Тогда Сейчас Посмотрим Далее Что У нас Есть Здесь У нас Просто Была Проторговка Здесь Ничего Такого У нас Нет Вот Здесь Кстати То же Самое Есть Поджим Цены То есть Берем От Хая Движение Вниз Откат Снова Же Движение Вниз Потом Идет Откат И вот На этом Откать Уже Можно Рисково Искать Сделку На Продажу То есть Это У нас Поджим Цены Вниз То есть Я хочу Чтобы вы Поняли Сегодня Как Видеть Именно Приоритет На Рынке То есть Если Вы будете По цене Определять Приоритет То есть Плюс Объемы Плюс Профильные Объемы То есть Объемов Очень много И Плюс Все Объемы Которые Есть Плюс Кумулятивная Дельта Вы Для себя Будете Делать Очень И Очень Хорошую Базу Для Понимания Рынка Особенно Для Извлечения Прибыли С Рынка Поэтому Здесь Нужно Понимать Сначала Базу Потом Уже Понимание Объема Причем Объем Бывает Разный Вертикальные Кластерные Это Совсем Разные Объемы Тут Тоже Тема Очень И Очень Длительная Если Так Кратце Отвлек То Вертикальный Объем Нам Показывают Только То Что Есть У На Свече Но Они Показывают В основном Те Объемы Ключевые Которые Есть На Откатах Которые Есть В Движении И Мы Не Видим Сам Этот Приоритет Который У Происходит Так Ребят Вопрос Есть У Вас Еще Потому Что Я Сейчас Сказал Так Так Момент Вот Кстати Объемы Видите Сразу Здесь Все У нас Есть В Трейдинг Руме Все Виды Объема То есть Вот Эти Красные Квадратики Это У нас Агрегированные Сделки По Ленте Принтов То есть На Продажу И На Покупки Фиолетовые И Синие Это У нас Кластерные Объемы То есть Они Настроены Так Чтобы Видеть Все Вливания Которые У нас Есть В Движении То есть На Откатах Вот Этого Вы Не Увидите По Вертикальным Объемам То есть Это Нужно Настраивать Очень Грамотно То есть Даже Если Вы Откроете Сами Просто Кластерный График Он По сути Ничего Не Даст Потому Что Вы Не Очень Классная Штука Особенно Для Начинающих Трейдеров И Конечно Для Опытных Потому Что Опытные Могут И Сами Входить В Сделки По Этим Объем Потому Что Понимают Какой Сейчас Приоритет На рынке Так Что Еще Хотел Сказать На Сегодня Смотрю Время У нас Подходит Уже Концу Денис Уже Наверное Хочет Вступить Хочет Дать Сегодня Жару На Думаю Будет Очень Интересно Но Что Хотел Еще Сказать В 20 Числах Февраля Стартует Мой Курс Точнее Тренинг Это Ценовой Практика Научись Делать Деньги На Бирже То Там Я Буду Объяснять Все Моменты Касательно Цены Касательно Объемов То Как Их Брать Откуда Брать Вы Должны Точнее Вы Это Поймете То После Обучения Уверены Будете В Своих Силах Когда Откроете График Вы Сразу Поймете Это У нас Коррекция Это У нас Приоритет Дальше На Продолжение Движения Либо Разворот То Здесь Простые Вещи Которые Будут Полезны Как Для Новичков Но И В основной Массе Для Опытных Трейдеров Потому Что Многие Многие Не Понимают Этих Простых Вещей И Без Этой Базы Бывают Очень Глупые Стопы Поэтому Переходите По ссылке Там Вся Информация Есть Сейчас Как раз Действует Скидка 20% Поэтому Ребята Что Могу Сказать Успевайте В целом Есть У вас Еще Вопросы На Сегодня Если Ж Нет Тогда Будем Заканчивать Надеюсь Я Сегодня Выполнил Свою Миссию Надеюсь Вы Извлекли Из Этого Пользу Особенно Я Надеюсь Что Это Вам Поможет Торговать Прибыльно То есть Такие Простые Вещи Но Они Очень И Очень Важны Без Этого Понимания Этих Вещей Честно Говоря Объемы Там Какие То Стаканы Ну Ничего Вам Это Не Даст Честно То есть Понимание Цены Это Первое Что Вы Должны Знать Все Сергей Спасибо Да Вам Тоже Спасибо Что Пришли Сегодня Конференцию Еще Конечно Хотел Сказать По Тренингу Который Будет Стартовать 20 Числа Февраля Там Конечно Будет Теория И Домашнее Задание Плюс Практика То есть Практика Это Основа Без Практики Ну Любая Теория Честно Она Мало Что Дает Поэтому Практика Онлайн На рынке Это Самая Самая Основа Для Понимания То Чего Чего Не Просто Там Говоришь Говоришь А Практиковаться Это Самое Главное Так Да Спасибо Спасибо Ну Что Станислав Спасибо Вам Большое За Содержательный Доклад Да Хочу Еще Рассказ Спасибо В качестве Анонса Скажу Ссылочки И Баннер Кликабельный Пожалуйста Нажимайте Интересуйтесь И Делайте Заявочки Сегодня А по поводу Оплаты Можно будет Согласовать Со спикерами Все И Возможно Что Будут Какие Вибросрочки В футежах Если У вас Например С деньгами Проблема Так Сейчас Через некоторое Время Мы продолжим И следующим Спикером Будет Денис Ковач А для Слушателей Напомню С нами Был Станислав Шерифединов С темой Ценовой Структуры Спасибо За внимание Всем Пока Спасибо Большое Всего Доброго И Теперь Скажу Немного Дениса Пока Он Готовится Денис Руководитель Биржевой Школы Трейдинга Ни Ивэй Начинал Торговлю В марте 2009 Года В 2012 Году Открыл Вышеупомянутую Школу Года